Всем привет, друзья! С вами Какси Доробзи и добро пожаловать в приключения Аманды! Насколько я знаю, это игра-хоррор, которая состоит из трёх эпизодов, где главный герой, естественно, девчонка по имени Аманда. И она будет пытаться нас чему-то научить. Вы мне писали про эту игру, но я не очень люблю хорроры, потому что я постоянно всего пугаюсь, поэтому прошу, ребят, обязательно, поставьте лайк. И подпишитесь на канал, а сегодня я постараюсь пройти все три эпизода этой Аманды и её приключениям. И начинается игра. Приключения Аманды. И там есть какой-то барашек. Меня зовут Аманда, а его зовут Вулли или Волли, как-то так. И она спрашивает, люблю ли я яблоки? Ну, окей, да, люблю. Короче, говорят, что им нужны яблоки сейчас. И нам нужно найти магазин с яблоками. Насколько я понимаю, магазин с яблоками с вот этой гигантской кнопкой. Зелёный магазин с яблоками. Давайте мы его как раз-таки выберем. Естественно, потому что прям нарисовано яблочко сверху. Посмотри, ты видишь ли здесь яблоки? Я вижу яблоки, я вижу грушу. И ну давай напишем, что мы должны написать? Apple? Apple. Отлично, отлично. Работа теперь можем сделать что? Эпизод первый закончился? Она сказала, отлично, мы теперь можем сделать яблочный пирог. И первый эпизод закончился. Окей, давайте посмотрим второй эпизод. Поначинает интересно обороты у нас. У нас очень мало времени, что ты будешь делать? Он вернулся. Говорит, нам нужно сегодня пойти к бабушке и взять мясо, но бабушка боится мясника. Что-то такое, короче. Нам нужно выбрать магазин... Ну, естественно, вот здесь табличка с мясом. Это магазин с мороженой, это с мясом. Давайте выберем. Давай отправимся. Привет, мясник. Очень странный мясник. Какие-то... А, ты можешь написать мясо? Ты можешь сказать мяснику мясо? Очень странный мясник с косыми глазами. А висят странные куски мяса, тоже с глазками. Нас прошут написать мид. Ну, давай. Это верно. Мясник куда-то опускается. Зачем ты это делаешь? А, он достал мясо? Как это... Я люблю мясо, но мне вот... Вот этот момент кажется каким-то немного криповым. Аманда? Почему она смотрит на Улли? Закончился второй эпизод. Погоди. Мы снимаем три минуты и прошли уже два эпизода. Интересно, что будет в третьем. Мне просто реально уже просто интересно, что будет в третьем. Пока что ничего страшного не было. Пока что ничего... Ага. Ночь. Темнело, пора домой. Это все, что осталось от Улли? Посмотри. Здесь просто валяется кусок шерсти. Нам нужно пора домой. Ну, давай. Аманда? Что? Вы видите это лицо? Вы видите это лицо? Аманда, что с тобой? Постучи в дверь, она говорит. Аманда? Что? Что мы должны вписать? Аманда похожа на... Какого-то Микки Мауса сейчас. Микки? Я ничего... Я ничего не писал! Я ничего не писал... Нифига себе! Подожди! Это демон, который селился в Аманду? Очень круто. Очень круто. Но на самом деле страшно не было. Я не испугался и... Так, подожди. Можно нажать кнопочку Again? Ладно, ребят. Я подсмотрел некоторые ваши комментарии, кто писал по поводу этой Аманды. И мы сейчас постараемся сделать все наоборот. То есть мы будем сейчас идти против Аманды. То есть мы будем перечить Аманде, выбирать неправильные ответы, выбирать неправильные задания. Короче, мы будем идти сейчас против Аманды. Да, его зовут Вули. Вули, да, Вули. В-О-О-Ли-Е. Любишь ты яблоки? Нет! Я знаю, где нужно... Я написал нет! Почему? Это что за обучение, Аманда? Где магазин с яблоками? Ты знаешь, где магазин? Знаю, вот, вот, качели, видишь? Я могу нажать. Ты знаешь? Все равно спрашивайте еще раз. Еще раз на качели нажму. Она, кстати, изменила интонацию, заметили? И оставила один магазин. Смотри, больше я не могу никуда нажать, кроме этого магазина. То есть у нас нет никакого выбора. То есть она больше не предоставляет нам выборы. Так, она говорит, видишь ли ты яблоки? Так, подожди, я вижу яблоки и вижу грушу. Мне нужно сейчас срочно узнать, как переводится груша. Я прямо сейчас, прямо сейчас зашел в телефон и пишу груша. Переводится как пир. Пир. Она не поместится. Подожди, не помещается. Давайте не пир, груша. Пир. Груша вот так. А если мы сделаем пич, это персик. Она все равно спрашивает, пиши аппл. Я пишу, давай персик. Аппл. В смысле, эппл. Я пишу персик. Она вместо меня буквы печатает. Что бы я ни писал, она... Да, окей, мы сделаем пирог. И что бы я ни писал, у нас нет другого выбора. В любом случае, она заставляет буквы писаться самими. То есть, мы ничего не можем выбрать здесь. Вообще ничего не можем поменять. Эпизод второй. Эпизод второй, в котором нас сейчас в воле предупредит о том, что нам нужно... У нас мало времени, и нам нужно что-то делать. Да-да-да, привет. Да, я знаю, что нужно идти к бабушке, что нужно зайти к мяснику. Но мы сейчас будем выбирать другой магазин. Будем выбирать именно магазин с мороженым. Да, с мороженым, видишь? Ты видишь цвет мясника? Вот, да, вижу, вот он, слева. Смотри. Ули уже чего-то боится. Он уже чего-то боится. Когда мы первый раз проходили, он не боялся. Давай заходим. Да-да-да, у меня не было выбора. Аманда, ты в курсе? Привет, мясник. Мясник, как обычно, лагает. Очень странные какие-то надписи. Вули очень уже боится. Смотрите, нужно писать мясо, но я прочитал, что если написать ламп, а ламп это овца на английском, то что-то произойдет. Пишем ламп опять. Подожди, сейчас. Ламп. Она злится. У нее дергается голова. А мы помним, что в нее вселен какой-то черт. Вот этот вот мыша какая-то. Ну вот, пишу. Я писал ламп. Я писал ламп твою налево. Какое мид? Опять мясник достает мясо. То есть она не дает. По идее, она должна обучать детей словам, буквам и разным цветам. Но она только очень злая, получается, девчоночка. Так. Снова нарезает мясо и снова очень плохо смотрит на Вули. Да, ребята, вот он. Вот, вы писали про секретный эпизод. Про четвертый эпизод. Либо секретный эпизод, который появляется, если писать именно не мясо, а ламп овца. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же за секретный эпизод. Так, какая-то точка на карте. В лесу, я так понимаю. Раз. Аманда, да? Аман. Она не дала написать до конца. Что произошло? Она не дала написать до конца. Короче, ребят, я еще раз дошел до этого момента. Я пересмотрел уже несколько видео, потому что мне стало интересно, что же я делаю не так. Но оказывается, я играю в новую версию этой игры 1.2. И здесь поменялась концовка. То есть у нас уже не подходит то, что мы раньше писали. Там были совершенно другие картинки. А теперь нам показывают на секретной кассете, которую мы сейчас с вами получим. После именно вот этой, друзья. После этой части, после второй. Мы получаем секретную кассету. И там, друзья, очень странная точка на карте. Я думал, это карта. Я писал у Воли. Я писал Аманда. Но оно не позволяет нам ничего не написать. Вот этот, опять же, секретный эпизод, который мы получаем. И здесь у нас дается кассета, на которой нам сразу показывают географическое положение. Один из ютуберов, я находил какой-то португалец. Он нашел это место в Канаде. Но, опять же, неизвестно, для чего оно предназначено. Что нужно туда написать, чтобы нас не сожрал тот самый монстр, который сейчас выскакивает, ну, который живет в Аманде, который мы сейчас увидим. Я писал Воли, я писал Ламп, я писал Форест, я писал Мап. В общем, все, что угодно писали, не подходит. Не подходит. Ис, или, допустим, хелп ми, плиз. Все, что не пишешь, выскакивает этот демон. Демон, который сидит в Аманде. И у нас заканчивается игра. И у нас просто заканчивается игра уже на втором эпизоде. Если вы знаете, что там происходит в этом Амде, напишите в комментариях. И я на этом прощаюсь. Игра очень сильно меня заинтересовала. Она короткая, но пипец какая муторная, ребят. Лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи. Покедова.